Девушки отдыхают Многие телезрители часто приходилось наблюдать, как непозволительно много мы иногда тратим времени на утверждение своих собственных пристрастий, своих собственных мнений, своих собственных истин. Два человека вошли в лес. Один любит грибы, а другой любит цветы. Что лучше? Или, скажем, пример, который ближе к сегодняшней нашей беседе, нашей теме. Два человека занимаются литературой. Литература, как известно, это тоже занятие. Иногда весьма почтенное, иногда малопочтенное, но занятие. Вот два человека занимаются литературой. Один начинает заниматься с молоду, в ту пору, когда все перед ним открыто, когда он полон энтузиазма, полон верой в надежды, в свершения. А другой начинает заниматься в зрелые годы, когда к нему приходит мудрость, когда к нему приходит опыт, когда к нему приходят знания. Что лучше? Я начал писать поздно. По нынешним меркам очень поздно. Первая моя книга вышла, когда мне было уже почти 30 лет. Потом началась война, и между первой моей и второй моей книгой был довольно большой промежуток. Хотя во время войны у меня вышла небольшая книжица стихов о войне. Но радости и удовлетворения мне эта книга не принесла. Может быть, потому что очень близко стоял к тому, о чем писал. Может быть, потому что очень торопился. Может быть, потому что писал на войне урывками. Но книга не состоялась. И я о ней вспоминаю, как это не больно говорить, с грустью. И вообще я должен сказать любопытную вещь. Я о войне, как мне кажется, по-настоящему, с моих, так сказать, позиций, с моей точки зрения, начал писать уже значительно после войны, по времени. Через 20 лет, через 30 лет после того, как окончилась война. И вот мне сегодня хочется прочитать вам одно стихотворение, которое подтверждает мою мысль. Стихотворение написано значительно позже того, как война закончилась. Стихотворение называется «Война». Кстати, вот тут часто я получаю письма, в которых спрашивают, почему тут такая строчка в этом стихотворении есть. «Пять лет война меня ломала». Объясняю, почему пять лет. Потому что четыре почти года длилась Великая Отечественная война. Потом была война с Японией. А накануне была война с Белофинами. Так что на плечи кадровых военных легли именно эти пять лет. Война. Пять лет война меня ломала. А это много или мало. Пять лет война в меня стреляла. А это много или мало. Пять лет ходил я по войне. В ее воде, в ее огне, в ее свинце, в ее разгуле. Снаряд к снаряду, пуля к пуле, беда к беде. И к смерти смерть. Но о смерти я сказал не сметь. И смерть не тронула меня. Так значит, я сильней огня. Так значит, я сильней на пасти. Свинца, который рвет на части. Камней, которые кричали. Земли, сидевшей от печали. Нет, чтоб там ни было на ней. А я сильней. Я обращаюсь к вам, живые, к вам, обелиски полевые. Ко всем, кто был, кто есть сейчас. Ко всем, кто будет после нас. Еще не выдумана сила, которая б меня скосила. Война в меня металл, металла. Я сделался прочней металла. Восвенцами гудели печи. Я шар земной взвалил на плечи, Чтоб погасить огонь огнем. И чтобы зло сгорело в нем. О, я прошел такие дали, Что вслед мне ангелы рыдали. Я всех вас светом обниму. Доверьтесь сердцу моему. Очень часто писатели спрашивают, Какая же все-таки... Вот вы много написали книг в ту или иную пору. Какая же все-таки книга наиболее любима вами? И очень часто писатели всегда отвечают так. Наиболее любимая моя книга и лучшая моя книга Это та, которую я еще не написал. Я бы не мог так ответить. Я бы поостерегся. Я считаю, что это рискованно так отвечать. А вдруг та книга, которая еще не написана, Так и не состоится. Так и не будет написана. Или вдруг та книга, которую ты напишешь, Будет хуже той, которая была перед этим. Этого никто не знает. Потому что поэзия, литература, Как и всякое искусство, Как и всякое творчество, В логарифмические линейки не укладывается. Так какая же все-таки книга наиболее любима Мною из тех, которые я написал? А я написал много книг. Скажу вам так. Каждая книга, которая только что вышла, Всегда наиболее любима. Потом проходит месяц, два, пять, год. И тебе уже иногда становится стыдно Дарить эту книгу своим друзьям Или своим знакомым. Потом приходит другая книга. Она тоже становится на какое-то время. И так всю жизнь. И так всю жизнь. И всю жизнь меня занимает И мучает, и тревожит Один вопрос, который я бы назвал Ну, если так кратко формулировать Ожидание ответа. Это как раз к тому, о чем я говорил. То есть, вот сидишь, Пишешь, Закрыт четырьмя стенами, Написал. И такое ощущение, что ты опустил свое стихотворение В какой-то большой почтовый ящик. И оно ушло. И придет ли тебе ответ на это письмо? На это твое послание. Или не придет, ты не знаешь. И вот всю жизнь, Многие годы, Меня мучает этот вопрос. Должен сказать честно. Первые годы, И многие годы, У меня все время было такое тревожное состояние, Что я Не имею связи с большим читателем. Что многое из того, что я пишу, В общем, уходит, проваливается, В какие-то тар-тарары, Откуда ни ответа, ни привета я не получаю. И у меня бывало такое состояние, И несколько раз в жизни это со мной было, Когда мне хотелось бросить писать стихи, И снова уйти работать в газету. Но потом вдруг приходила какая-то нечаянная радость, Какая-то мимолетная удача, Все становилось на свое место. И вот в декабре 61-го года Я напечатал в газете «Правда» Небольшую поэму «Мать». И получил, Вот уже 20 лет прошло, Почти с той поры, Да не почти, а уже 20 лет, А письма до сих пор идут, И пришло их около 10 тысяч писем от читателей. И вот с той поры Я, собственно, и как-то уже начал, Ну, если, может быть, это громко звучит, Верить в себя, Но, во всяком случае, Мне уже работалось легче. А через какое-то количество времени Я напечатал в газете «Известия» стихи «Костыль» И тоже получил около 4 тысяч писем. И вот с этой поры Мне дышаться, если можно так сказать, В этом смысле стало гораздо легче. Потому что, когда веришь в то, что ты делаешь, И что это нужно кому-то, Жить, конечно, гораздо легче. Я прочитаю сейчас вам стихотворение «Читатель», Которое выражает мое отношение К читателю, к тому, собственно, Человеку, ради которого я и живу На этом свете. К стихотворение называется «Читатель». Так кто же ты, друг или недруг? Тут нет середины ни в чем. Тут либо дремучая недра, А либо звезда над ручьем. И стань ты хоть докою ушлым Иль тем записным знатоком, Но паче всего равнодушным Не смей состоять ни при ком. И вот ведь тут чудо какое! Сейчас ли, а может, в былом, Лишал ли тебя я покоя При встрече с добром или злом? Помог ли бесстрашью и чести? Был рядом во время годин? И верил ли ты, что мы вместе, Что ты на земле не один? Ты мой, хоть великий, Хоть малый ты мой, По бытию, по судьбе, Каким тебя званием не жалуй, А все не по мерке тебе. Так кто же ты, друг или недруг? Тут нет середины ни в чем. Тут либо дремучая недра, А либо звезда над ручьем. Я много напечатал за свою жизнь стихов в газете, В «Правде», в «Известиях», в других газетах. И это все не случайно. Я лучшие свои стихи, Лирические стихи, С размышлениями о любви, О мире, О жизни, О природе, Всегда печатаю в газете. И с этой точки зрения У меня на газетную поэзию, Так сказать, свой взгляд. Я думаю, что у газетной поэзии Очень большой читатель, Очень, так сказать, Газета идет широко в жизнь. И поэтому мне лично нравится В газете печататься. Вот я сейчас выпускаю Новую книгу стихов, Выходит у меня в советском писателе Книга под названием «Годы», Почти все стихи, Которые помещены в этой книге, Были напечатаны в ту или иную пору В газете, В «Известиях», Главным образом, В «Правде» И в других газетах. Я последние годы работаю очень много. Может быть, Так, как никогда в жизни не работал. Не знаю, чем это объяснить, Но именно теперь, Вот в эти последние годы, Я, как мне кажется, Написал главные свои стихи. Именно сейчас. И вот мне хочется Почитать вам сегодня Совершенно новые стихи В том смысле, Что они еще не печатались Ни в одной моей книге, И я их еще никогда не читал Ни по радио, Ни по телевидению. Я разные буду стихи читать По характеру. Вот первое стихотворение, Которое я хочу прочитать, Называется «Тень». Я «Тень». Я «Ночь». Я «День». Живу я тихо, С краю. Куда меня не день, Я в полдень умираю. Вползу ничком в траву, Там отлежусь немного, Потом опять живу, Как небо, Как дорога, Как лес, Что все года Колдует надо мною, Он даже иногда Зовет меня женою. Тяну по жизни нить, Ломаюсь в зыбком свете, Могу я удлинить Любой предмет на свете, Ты руку подними, И я отвечу сразу, Живу между людьми, И людям нет отказу. И что там говорить В хвалу и в почитание, Могу я повторить Любое очертание, Все повторю, Ей-ей, Но чести не теряю, В отличие от людей, Себя не повторяю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... У меня в руках книга из двухтомника Сергея Островова. Много книг написал «Островой», и о нем можно было бы говорить очень много, интересно и глубоко. Об этом должны были бы подумать наши критики, которых иной раз справедливо упрекают за то, что они иной раз упускают из сферы своего внимания новые книги старых, заслуженных и плодотворно работающих поэтов. Я не критик, я товарищ Сергея Острового, товарищ по жизни. Вместе с ним мы начинали, вместе с ним мы ушли служить в армейскую печать. Сергей Островой человек неуемного характера, он сибиряк, из Сибири, и это сказалось в его характере. Поэт он многомасштабный, верный теме, родины, атреотизма. Он романтик и лирик, он прекрасный песенник. Кто не знает его песен? Его песни звучат уже много-много лет, и в народе даже уже, наверное, и не знают, что их написал Сергей Островой. Стали они народными, и многие-многие композиторы включали их в свои сборники, собрания, сочинения. Сергей Островой прошел всю войну. Я, к сожалению, был с ним на разных фронтах, работали в разных редакциях, но встречались. Встречались как друзья, как товарищи. Как-то наша судьба с ним шла рядом. Он человек не тщеславный, но человек трудящийся. Для Сергея Острового самое главное написать новое стихотворение и обязательно позвонить своему другу, заставить его по телефону хотя бы прослушать стихотворение, узнать его мнение. Сергей Островой печатается давно. Печатается много. И должен сказать, что тут можно позавидовать его работоспособности. Ягикябе сказал, что с каждым десятилетием он пишет все лучше. И его последние книги, которые изданы в издательстве «Современник», его книги, которые недавно вышли в издательстве художественной литературы, свидетельствуют о том, что мы имеем дело с хорошим мастером поэтического слова. Я никогда не выступал публично на его творческих вечерах, никогда не писал о нем статей. Да, собственно говоря, это не мое призвание. Но думаю, что он заслужил Сергея Островой всемерного поощрения. Всемерного поощрения как литературного, так и общественного. Ну, а о человеке можно сказать так. Он человек хороший, добрый. Про таких людей говорят. Он никому зла не принес. Он никому не сделал в жизни гадости. Не пошел ни на одну подлость. Зато он всегда готов прийти на помощь. Зато он искренне переживает радости другого товарища. И вместе с ним огорчается, если товарища постигают какие-то беды. Словом, я хотел бы в заключение сказать, что хорошо, что у нас есть в старой когорте поэтов, а можно теперь уж так говорить, в старой когорте, потому что ему не 50-е, уже и не 60 лет. Такие активные члены Союза писателей, такие действенные поэты, такие хорошие патриоты, хорошие коммунисты, таким является мой старейший друг Сергей Григорьевич Островой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Я тут сказал газетная поэзия. Я хочу, чтобы меня правильно поняли. Я подразумеваю под этим не только сиюминутную стихи, написанную как отклик на какое-нибудь событие поэтам, хотя это тоже надо, но я имею в виду стихи, так сказать, широкого плана, стихи раздумья, стихи о жизни, о любви, о природе. Вот это, напечатанное в газете, вот это я и имел в виду. Я вам почитаю сейчас новые свои стихи, абсолютно новые, еще нигде не читанные, не печатавшиеся. Да, вот я облокотился на этот стол. Кстати, пусть вас это сооружение не удивляет, потому что я всегда работаю стоя, и это мой рабочий станок. Вот так я работаю всегда. Детская душа. Не устану у земли учиться, у ее негаданных затей. Ты видал, как чинно ходит птица возле очень маленьких детей. Ни боязни, никакой опаски, хлеб берет доверчиво из рук, словно бы пришла она из сказки и уйти вот так же может вдруг. Не уходит. Ей с детьми волшебно. Птица не обидит малыша, и не потому, что тут ей хлебно. Тянет птицу детская душа чистая, великая, святая. Сколько ей дорог еще пройти, отчего же люди, вырастая, могут душу потерять в пути. Как-то днем у небольшой речонки, одиноко, выбившись из сил, на худое плечико девчонки голубь сел и хлеба попросил. Стихотворение Канатоходец Канатоход, Канатоходец, чудной, таинственный народец, тот может каждый на носке легко сплясать на волоске. Игра земного притяжения, полет баланса, песня рук, и кто-то тихо вскрикнет вдруг. И страшно, да изнеможенье, два шага вверх, два шага вспять, и тянет, тянет вниз к обрыву, а человек идет опять, как по замедленному взрыву. Его сейчас качнет волна, его сейчас потянет бездна, как нерв натянута струна, а он идет по ней железно. То вдруг привстанет на носок, то припадет к струне с размаха и капля пота на песок, и отступает призрак страха, идет по проволоке мим, баланс и алгебра расчета, а я с характером моим не рассчитал бы тут чего-то. И сейчас мне хочется прочитать вам полушутливое ироническое стихотворение о любви. Называется это стихотворение «Амуры». Ах, эти мальчики-амуры, с тугим колчаном за плечом, они стрелой дырявят шкуры, им это просто нипочем, направо ранят и налево, то сильно ранят, то слегка, на них поглядывала Ева, вкушая яблоко греха. И это вовсе не нелепость. Любим ты или не любим, они берут осадой крепость, и гарнизон сдается им. Да что там крепость? Что осада? Нет тут ни стены, ни валы. От царства рушились когда-то, от этой тоненькой стрелы. Стреляют мальчики из лука. Не дрогнет тонкая рука, кому любовь, кому разлука, кому прощальная строка. И вглубь сердечной амбразуры несутся стрелы вновь и вновь. И только мальчики-амуры не знают сами про любовь. Огонь. Что есть огонь? Плесун бесстыжий. Чуть-чуть попляшет, да уйдет, а он все пляшет, не слух рыжий, покуда ноги не сведет. Что есть огонь? Злодей кромешный. Уж больно хваток да горячь. Злодей? А может, шут потешный? Так насмешит тебя, хоть плачь. Что есть огонь? Транжир оброский, мод, прожигающий добро, или нищий в латаных обносках, в лоскутьях, блещущих пестро? Что есть огонь? Поэт отважный, светло слагающий стихи, или завистник авантажный и мститель за свои грехи? Что есть огонь? Владыка вздорный, ревнитель всех своих затей, или собеседник добротворный до каждой искорки своей? Так что же все-таки есть пламя, падение или торжество? Огонь мы выдумали сами и сами пестуем его. Ну, вот еще несколько новых стихотворений хочется мне вам почитать. Душа, по камням стучит вода, будто палкой старится. Если б мне вернуть года, знал бы, как состариться. Если б снова ветер в грудь, да в дорогу дальную, я бы взял с собою в путь глубь исповедальную. Уползай в нору, змея, улетайте, вороны, распахнул бы душу я на четыре стороны. Что там, брежек, впереди? Кто несчастен с молоду? Вот, душа моя, входи, обогрейся с холоду, обогрейся, не беда, забирайся в песенки. Если б старые года, да по новой лесенке, вот тогда бы идти, идти, сто подметок сточатся, а душа, она в пути, ей все к людям хочется. Гордыня. То вовсе пути пологие, то в гору себе на грех. Меня понимали немногие, и я понимал не всех. Бывало душе охота кому-то открыться в сласть, но вечно мешало что-то, подняться или упасть. Гордыня ли это, что ли, или прилив тоски, и я зажимал до боли душу свою в тиски. А люди судили строго, сулили лихой конец, мол, тоже наместник Бога. Глядите, какой гордец, да нет же, совсем не это. Тут спесь ни при чем ничуть, а просто мне страшно где-то в открытый пускаться путь, а вдруг распахнусь однажды, да только себе на грех. Понять ведь может не каждый, и я понимал не всех. Стихотворение общности есть в мире общей печали, есть в мире общая беда, когда от мора отмечали повально гибнут города. Есть в мире общие потери, и есть всесветная беда, когда, закрыв за жизнью двери, уходит гений навсегда. Есть в мире общей тревоги, есть в мире общая беда, когда соседские дороги вдруг зарастают на года. Есть в мире общие приметы, и есть всесветная беда, и хиросимские рассветы, и бухенвальская страда, и чтобы земли не дичали, тут лишний раз сказать не грех, есть в мире общая печаль, и есть земля одна на всех. И в заключении мне хочется прочитать вам стихотворение, которое называется «Парус». Чем дышит лодка парусом? полощет ветром грудь, и белым-белым гарусом прочерчивает путь. Звенит волна неистова и парус на дыбы, на фоне неба чистого он как крыло судьбы. В далекое, в блинное он мчится на распах, есть что-то соколинное в косых его углах, и мне бы в море яростном быть вечно на плаву и мчать под светлым парусом, врезаясь в синеву, и мне бы по излучинам пройти как по прямой, ведь в море взбаламученном белеет парус мой. посмотрите на листочки как будто нас нет там переложите ну займитесь по своими там делами хорошо соберите как в конец все хорошо вы же хотели еще что-то сказать стоп общность есть в мире общая печаль есть в мире общая беда когда от мора отмечали повально гибнут города есть в мире общая потеря и есть всесветная беда когда закрыв за жизнью двери уходит гений навсегда есть в мире общая тревоги есть в мире общая беда когда соседские дороги вдруг зарастают на года есть в мире общие приметы и есть всесветная беда и хиросимские рассветы и бухенвальская страда и чтобы земли не дичали тут лишний раз сказать не грех есть в мире общая печаль и есть земля одна на всех и и и и Продолжение следует...